Шалом! И добро пожаловать на Вахафта, Исраэль. Это еврейская фраза, означающая «возлюби Израиль». Надеемся, что вы останетесь с нами следующие 30 минут, в то время как наш учитель, доктор Барух, делится своим разъяснительным учением из Библии. Доктор Барух — старший лектор в институте Зер Абрахам, расположенном в Израиле. Хотя все курсы преподаются в институте на иврите, доктор Барух с удовольствием поделится этим еженедельным обращением на английском, чтобы узнать больше о нашей работе в Израиле, пожалуйста, посетите наш сайт loveisrael.org. Набирается как одно слово loveisrael.org. А сейчас доктор Барух с сегодняшним уроком. В занятии на этой неделе мы увидим, что Ешуа, Иисус из Назарета, говорил очень ясные слова об одном индивидууме. И этим индивидуумом был Иоанн Креститель. И что Мессия сказал о нем? Он сказал, что из рожденных женщинами, то есть природным путем, нет никого большего, чем Иоанн Креститель. И нам надо спросить себя, почему Ешуа говорит эти слова в отношении Иоанна? Что происходило с Иоанном в то время? И не только, что происходило, но где он был, когда все это имело место? Что ж, чтобы ответить на эти вопросы, возьмите свою Библию и посмотрите вместе со мной Евангелие от Матфея, главу 11. Евангелие от Матфея, 11 глава. Начинается она с перехода. Мы оставляем одно время, одно событие и переходим во что-то другое. Вот почему мы читаем в первом стихе нашего текста. «И когда окончил Иисус наставление или заповеди, двенадцати ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать, провозглашать в городах их». Итак, он продолжает свое служение. Очень важный момент. Итак, он продолжает, будучи верным тому, почему он был послан в этот мир, а именно, чтобы наставлять, учить и провозглашать. И обычно слово «провозглашение» используется в отношении вещей, относящихся к Царству Божьему. И далее, заметьте, что происходит в следующем, втором стихе. Иоанн же, услышав в темнице о делах Мессии, контекст ясен. Где Иоанн? Он в тюрьме. И вот какой вопрос следует задать. Из-за чего он оказался в тюрьме? Что он сделал? И тут нет никаких дебатов. Мы все знаем. Был руководитель, и он хотел жениться на бывшей жене своего брата. А это запрещено в Торе. Закон Божий не допускает этого. Все прочие руководители готовы были согласиться и пойти на компромисс. Но истинный мужчина Божий, истинная женщина Божья не идут на компромисс и не нарушают Слово Божье. Это слово есть истина. Так что Иоанн не давал согласия на этот брак. Он стал за истину Торы. И что произошло? В результате он оказался в тюрьме. А в конечном итоге был предан смерти. Все по той же самой причине. Итак, Иоанн в тюрьме. Будучи там, он слышит о событиях. О чем он слышит? Он слышит о работе Мессии. Слово стоит во множественном числе о делах, о том, что делал Мессия. Итак, Иоанн услышал об этом, и мы знаем что-то. Писание говорит нам, что вера — отслышание. И Иоанн слышит, что делает Мессия. Он слышит про возглашения, которые Мессия делает. Это наставление, это объявление о Царстве Божьем. И потому у Иоанна возникает вопрос. Что это за вопрос? Снова посмотрите текст. Мы в конце второго стиха. И мы читаем. «Послал двоих из учеников своих». Итак, Иоанн посылает двоих учеников. Числа важны в Писании. Обычно число «два» говорит о дихотомии, о различии, о двух разных мнениях. Вот почему Иоанн посылает своих учеников, своих двоих учеников к Иешу. Для того, чтобы получить ответ о двух возможностях, чтобы точно узнать, какой правильный образ мышления. И это великий совет нам. Нам необходимо быть людьми, знающими правильный образ мышления. Итак, Иоанн посылает двоих своих учеников сказать им, «Говорит ученик, но через него к Иешуа из тюрьмы обращается Иоанн». Он говорит ему, «Ты ли тот, который должен прийти?» То есть «Ты – Мессия Бен Давид?» Или «Другого нам ожидать?» Это очень важное местописание, и большинство изучающих понимает его неправильно. Многие люди читают комментарии, и они говорят вам следующее. «Иоанн в тюрьме. Ему там тяжело, и у Иоанна кризис веры». Нет. У вас может быть кризис веры. Надеюсь, что его у вас нет. У меня может быть кризис веры. Надеюсь, что у меня его нет. Но у Иоанна его не было. Только непонимающие это местописание могут делать такие оскорбительные выводы, вырывая слова из контекста. Потому что через несколько минут мы уже знаем, что скажет Иешуа. Он скажет, «Из рожденных женами не восставал больше Иоанна Креститель». И он так говорит об Иоанне, у которого бывают кризисы веры? Нет, это не так. Иоанн понимает что-то. Он знал, что Иешуа — Мессия. Но вспомните, с чем вы встретились. В те времена в иудаизме учили, что есть два Мессии. Когда вы посмотрите пророчество, то есть два описания Мессии. Мессия — страдающий слуга, и Мессия — правящий царь, сын Давида. Так что когда Иоанн Креститель говорит, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, он знал, о ком он говорил. О Мессии, сыне Иосифа, о страдающем слуге, который станет как жертвенный Агнец, положит свою жизнь и прольет кровь ради искупления». Но что мы читаем здесь? Мы читаем, что у Иоанна нет кризиса веры. Иоанн распознает что-то. Он распознает что-то, чему учили его руководители. Неверно. Иоанн думает, что не два Мессии, а только один, у которого два различных, но взаимосвязанных дела. Прийти как страдающий слуга, заплатить цену за ваш и мой грех, а затем вернуться в конце века, чтобы быть победоносным воином, праведным царем, который установит свое царство. Такова природа его вопроса. И когда он говорит, или ожидать нам другого, обратите внимание на слово «другой». В греческом языке два разных слова передают значение «другой». Еще один. Одно слово «аллос» или другое «этерос». «Аллос» значит того же типа. «Этерос» — слово, использованное здесь, говорит о другом типе. Итак, Иоанн понимает, что есть два разных дела — страдание и победа над врагами. Две очень разные вещи. И его вопрос — будет ли другой, который сделает это? Или ты один-единственный? На основании чего? Что говорит текст? На основании того, что он слышал о делах Мессии. Того, что он слышал обучении Мессии. Так что у Иоанна нет никакого кризиса веры. Иоанн распознает истину, что Ешуа действительно агнец Божий. Иоанн не подвергал это сомнению, не удалялся от этой концепции, но пришел к верному заключению, что этот агнец Божий — также лев из колена Иудина. Он один и тот же. Так что он спрашивает, ожидать ли нам другого. Посмотрите четвертый стих. И сказал им Ешуа в ответ. Он говорит этим двоим ученикам, но слова адресованы Иоанну. «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите». И что это? Слепые прозревают. Они ходят, и хромые ходят. Прокаженные, больные проказы очищаются, и глухие слышат. «Мертвые воскресают, и нищим, то есть скорбящим, благовенствуют». Вот что это буквально значит. И что это? Им дается благая весть. Слово «нищие» позже, а раньше мы видим в пятой главе Евангелия от Матфея, к примеру, но также и позже, используется для обозначения нищим духом, то есть скорбящих внутренне. Потому что они не видят исполнения надежды, пророческой надежды. Мессия пришел сделать именно это, провозгласить исполнение пророческих обетований Божьих. Они близко, потому что Иешуа, Иисус из Назарета, Христос, Он с нами. Вот что Он говорит этим людям. Шестой стих. «И блажен, или счастлив, это то же самое слово, что в заповедях блаженства». «Блажен, или счастлив, кто?» Это означает приглашение. «Всякий, кто не соблазнится, это слово, от которого мы получили наше слово в скандал, кто не будет шокирован тем, что Ему нанесены обиды». Почему? Что ж, хотя Он и Сын Давидов, Он царь царствующий, и Господь господствующий. Что будет? Он будет отвергнут. Над Ним будут насмехаться, Его предадут, Его будут унижать и поносить, когда будут бичевать Его, плевать на Него, бить Его, и в конечном итоге вобьют гвозди в Его руки и ноги. Пусть все это унижение не соблазнит вас, потому что Он действительно Сын Божий. И Его воскресение провозглашает это, подтверждает это, показывает Божью санкцию на Яшуа, что Он агнец Божий и Господь господствующий, что всякое колено преклонится и всякий язык исповедует к славе Бога, что Яшуа есть Господь. Итак, здесь, в нашем тексте, Он говорит об этих индивидуумах, «Счастливы те, кто не соблазнится во Мне». Седьмой стих. Эти двое учеников уходят. Когда же они пошли, заметьте, что сказано здесь, «Яшуа начал говорить толпом». Ни одной толпе. Но, как я не раз говорил, многие толпы следовали за Ним. И каково значение этого? Почему Слово стоит во множественном числе? Чтобы научить нас, что Евангельское послание проникает не только лишь в одну общину. Не так, что это послание для одних евреев, но не для других. Или что оно только для евреев, но не для язычников. Нет, оно для многих различных групп. Толп народа из разных культур, происхождений, рас, национальности. Но его послание для всех народов. Итак, он стал говорить толпам об Иоанне. Он задал вопрос, говоря, «Что смотреть, ходили вы в пустыню?» Для какой цели? Что вы хотели увидеть? И слово «смотреть» означает восприятие. Не только увидеть что-то своими глазами, но также понять что-то умом. Получить правильную, верную концепцию. Понять значение происходящего события или явление. Итак, он говорит, «Что смотреть, ходили вы в пустыню?» Что вы хотели там увидеть? И дает предпочтение. Тростник ветром колеблен? В этой местности это было обычное явление. Там рос тростник, и ветер колыхал его. Это естественное, обычное явление. Ешуа говорит, «Вы ходили услышать про возглашение Иоанна, подчиниться его призыву к покаянию не по причине обычного события. Вы поняли, не так ли, что здесь происходит нечто значимое?» Если у вас пророческая перспектива, вы знаете время. Мессия не пришел в произвольное время. Он пришел в пророчески правильное время. Все это так важно увидеть. Итак, он говорит, «Что смотреть? Ходили вы в пустыню? С какой целью вы ходили туда? Увидеть тростник ветром колеблемый? Для этого вы ходили туда?» Он спросил снова, «Что же смотреть? Ходили вы? Человека ли одетого в мягкие одежды? Нет, говорит он. Такие люди, носящие мягкие одежды, находятся в домах. Это значит дворец. Но это обычное слово для обозначения дома. Дома царские. Он снова говорит, «Что же смотреть? Ходили вы?» И вот правильный ответ. Следующее слово, какое важное слово? Слово «пророк». Они признавали, что Иоанн был пророком по его самоотвержению. Он ходил не как обычные люди. Он жил как находящийся под властью Бога и как тот, кто имел ожидание, осознавал важность тех дел, кто знал, кто есть Мессия. Итак, он говорит, «Что же смотреть? Ходили вы?» Пророка? Да, говорю вам, не просто пророка, но больше пророка. Десятый стих. «Ибо он тот, о котором написано, «Вот, я посылаю вестника моего». Слово «вестник» важно, потому что есть несколько мест из сороковой главы книги Исаии и из книги Малахии, которые говорят о вестнике. И в этом случае, как говорят некоторые, два исполнения этого. Исаия ясно говорит о пророке Илии. Есть также и места в книге Малахии, так что мы истолкуем это так. Речь об Илии, который придет раньше и приведет все в порядок. И это произойдет, но также был дух Илии на нем. Иоанне Крестителе, который исполнил роль Илии. Вот почему Мессия говорит, «Вот, я посылаю». Он цитирует Писание, и это говорит нам о том, как часто, когда мы смотрим Новый Завет, мы видим, на чем он всегда основан. Для того, чтобы понять Новый Завет, вы должны понимать пророческое откровение. Как часто пророки, слова пророков появляются в Евангелии. И это не случайно, а для того, чтобы мы пришли к правильному пониманию. Итак, он говорит, «Вот, я посылаю вестника моего перед лицом твоим». Иоанн пришел перед Мессией, Спасителем. Кто он? Что он сделает? Тут сказано, «Который приготовит путь твой перед тобой». Он приготовит людей для чего? Для служения Мессии. И какое было призвание Иоанна? Что он делал? Он был тем, кто призывал людей к покаянию. Вот почему. Если проповедник не говорит часто о необходимости покаяния, он не исполняет свое призвание. Он не тот. И когда кто-то говорит, «Вы знаете, я просто не чувствую призвания говорить о покаянии, призывать к нему, обличать, говорить о Боге как о посуждающем». Ну, раз человек не чувствует этого, значит, ему надо выйти из этого призвания. Ему надо перестать изображать из себя того, кем он не является. Всякий, кто держит эту книгу и говорит, «Я учу Слову Божьему», будет делать акцент и не сделать эту ошибку. Он будет делать акцент на покаянии. Итак, мы видим здесь, «Он будет тем, кто приготовит путь твой перед тобой, то есть перед Мессией». Одиннадцатый стих. «Аминь». Здесь стоит это слово, и так его надо понимать. «Аминь, говорю вам, или истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал». Не было такого, кто восставал бы из рожденных женщин. И это просто говорится природным образом. Больше кого? Больше Иоанна Крестителя. А почему этот термин «креститель»? Есть две причины. Некоторые просто скажут, потому что у Иоанна было призвание служения принести крещение покаяния. Это совершенно точно. Правда. Но поймите и другую важную истину, и вот какую. О чем говорит крещение? И один из очень важных аспектов крещения это свидетельство о вере во что? В смерть, погребение и воскресение Мессии. Мы видим, что сам Мессия говорил о своем служении как о крещении в 12 главе Евангелия от Луки. Он говорит, «Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока это совершится». Он был крещен в реке Иордан. За три года до этого. Он говорит не о водном крещении, но о том, что водное крещение означает. И это смерть. Что делают с мертвыми людьми? Их погребают. Так и в крещении. Вы погружаетесь под воду, погребаетесь в воде. Что произошло с Мессией? Он не просто умер, не просто был погребен, но в третий день он воскрес. И вот почему Иоанн назван крестителем. Не только потому, что был призван проповедовать покаяние через крещение, но также по причине того, что означает крещение. Он указывал на служение Мессии, его смерть, погребение и воскресение. Итак, он говорит здесь. Я прочту еще раз. Посмотрите одиннадцатый стих. «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но при всем том, каким он был великим, наименьший в Царстве Небесном больше его». Почему? Вы можете делать великие действия, дела. Можете быть в совершенном послушании Слову Божьему, «Но не пережив искупление, вы не будете в Царстве». Иоанн был верным. Он был самым верным из людей, помимо самого Мессии. А Мессия — полностью человек и полностью Бог. Тем не менее, наименьший в Царстве Небесном больше Иоанна. Почему? Потому что пережил искупление Мессии. Сколь велик Иоанн, о чем мы читаем в этом месте, «Но наименьший в Царстве Небесном больше Его». Двенадцатый стих. В двенадцатом стихе мы более поговорим о Царстве Божьем. Снова и снова в Писании мы видим, что Мессия говорил, делал акцент, учил о Царстве Божьем. Итак, здесь сказано, «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное». И дальше очень важное слово. Это слово означает «интенсивность». Во многих английских библиях стоит слово «насилием». Но я поспорю, что не в таких терминах надо думать, как в смысле насилия кого-то, кому-то. Но это слово означает «интенсивность». Это слово «посвящение» «вести себя и действовать определенным образом». Каким образом? Для того, чтобы исполнить цель. Это означает кого-то страстно, желающего исполнить, посвященного цели, того, кто действует, поскольку понимает, что если он не будет действовать сейчас, момент будет упущен. Вот о чем говорит это слово. Итак, он говорит, «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царства Небесное». Это то, чем люди интересовались и люди действовали посвященным образом. Какие-то за, какие-то против. Великое противостояние, и Иоанн испытал его на себе, не так ли? Вы спросите, «О чем я говорю?» Иоанн был в тюрьме. И затем, вскоре после этого, мы знаем, что было. Мы знаем, что вскоре после этого, мы знаем, что после того, как Иоанн послал учеников спросить, он не прожил долго. Мы знаем, что Иоанн был обезглавлен за веру, за его посвященность закону Торы, за его посвященность заповедям Бога о браке. Многие люди не знают этого. Иоанн был предан смерти. За что? За посвященность истине о браке. И дальше Мессия говорит с интенсивностью. Часто переводится как «сила». Он говорит с интенсивностью, посвящением целей. И что тогда? В этом тексте будет следующее слово. То же самое, что используется в другом месте Нового Завета. Первое послание Пессалоникийцам, 4 глава, 17 стих. Восхищение. И это связано со значением «схватить», взять что-то с силой, с целью, с великой интенсивностью. Вот что сделает Мессия для общины верующих, для своих истинных учеников. Он восхитит, возьмет нас с целью. Вот об этом и говорит это слово. Обратите внимание на слово «харпазо». Слово, означающее восхищение церкви в Новом Завете. Оно используется здесь в отношении Царства Божьего. Царство Божье не будет пережито, если Мессия, посвященный, интенсивно и с целью, не заберет нас. 13 стих. «Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна». Есть пророчество также и в законе. То есть закон и пророки дали информацию о Царстве Божьем. Он говорит, что до Иоанна все послания, Писания, закон и пророки говорили о Царстве Божьем. И он говорит, «Если хотите принять, он есть». Говоря об Иоанне, есть кто? Илия, которому должно прийти. И как он заканчивает? После того, как он открыл, что Иоанн пришел и служил, как? В духе Илии. Илии пророка. Его помазание было на Иоанне Крестителе. Вот что он говорит. Это указывает на тот факт, что Иоанн говорил, «Да, я Мессия». И как он заканчивает? Очень важным стихом, обращенным конкретно к общению Искупленной, к церкви. Он говорит, «Кто имеет уши слышать, дослышит. Слышит истину Божью». И это слово «дослышит» значит не «я услышал, и что?». Но это слово опять-таки посвящение, интенсивности, верности, действия. Вот что значит «услышать». Если вы, услышав, действительно поняли, вы будете соответственно действовать, делая то, чего требует слово. Важная истина и слово Божье. Что ж, время закончилось. До встречи на следующей неделе. Шалом из Израиля. Надеемся, что вы получили пользу от сегодняшнего послания, и что вы поделитесь им с другими. Пожалуйста, запланируйте присоединяться к нам каждую неделю в это время и на этом канале, чтобы посмотреть нашу трансляцию loveisrael.org. Чтобы узнать о нас больше, зайдите на наш сайт loveisrael.org. Там вы найдете статьи и многие другие лекции Баруха. Эти лекции в форме видео. Вы можете загрузить их или смотреть в потоковом видео. До встречи на следующей неделе. Да благословит вас Господь в нашем мессии Иешуа, Иисусе, в вашем хождении с Ним. Шалом из Израиля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова